Привет, красотка! И сегодня будет очень долгожданное для меня видео, потому что я видео на такую тему хотела снять уже, наверное, около года как, и как-то не получалось. Как-то я все искала нужную информацию, как-то хотела все сделать в хорошее полноценное видео, и в итоге накатала такой сценарий, девочки, что мне кажется, у меня сейчас очень долго будет не затыкаться рот, я буду очень много говорить. А говорить мы с вами будем о нашей замечательной погоде. Я не знаю, где вы находитесь сейчас, конечно, но я лично живу на Урале, и вообще, если вы из России, то, скорее всего, наша зима, ваша зима длится не три месяца, как это должно быть, а примерно полгода, и наша кожа находится в очень-очень стрессовом состоянии продолжительное время. Объясняю, чем плохи холодные времена, перепады температур, что происходит вообще с нашей кожей. Уже начиная с осени, наша кожа потихонечку начинает страдать. Дома у нас уже начинает работать отопление, здесь она пересушивается, здесь ей недостаточно увлажненности, а мы выходим на улицу и испытываем перепад примерно в 20 градусов, и как бы для нас это нормально, мы надели курточку, мы надели шапочку, мы надели перчаточки, и то, если мы молодцы. А вот лицо наше, к сожалению, никак не поменялось, мы на него ничего там, никакую шапочку не надели, и я всегда, даже когда не занималась вопросом, там, макияжа, ухода, косметики, я всегда думала, а каково вообще лицо, интересно? Оно, наверное, так сильно страдает, и когда я погрузилась в эту тему, я поняла, что да, оно очень сильно страдает, и единственное, что мы можем делать, это как-то ему помогать, способствовать тому, чтобы наша кожа лица получала достаточное увлажнение в нужное время, достаточное питание, и вот сегодня мы разберем всю эту тему по полочкам. Я очень люблю делать какие-то пункты, знаете, типа, делить все на количество советов, лайфхаков, поэтому я сегодня подготовила 7 лайфхаков, разделила всю эту тему на 7 таких важных моментов. Вообще, я думаю, вы знаете о таком негласном правиле, трехступенчатая система по уходу за лицом, это очищение, тонизирование и увлажнение. Так вот, на период холодов стоит пересмотреть немножечко это правило и немного изменить его составляющие и создать вот такую систему очищения, питания, защиты. Последние два пункта, это просто максимально то, что нам нужно делать зимой, осенью, в холодное время года. И если мы говорим об уходе за кожей в холодное время года, то я не могу, не могу вообще пропустить марку ЦРВ, бренд ЦРВ, который я тестирую дома уже более полугода. То есть, начала я еще весной, когда тоже были остаточные явления холодов, и я просто не могу не поделиться, потому что это одно из самых лучших для меня открытий. Сейчас у нас наконец-то в России, у меня сзади подарочки, у нас в России наконец-то стали они продаваться, сейчас их можно купить в любых аптеках, но если что, раньше они продавались только в США. Это невероятная находка. Все волшебство этой марки в его составе, мало того, что продукты без мыла, без одушек, они гиполергенные, важнее всего состав. Состав продуктов ЦРВ это церамиды, которые составляют защитный барьер нашей кожи. Так вот, он у нас рушится очень сильно именно во время холодов. Наша кожа сама, она сама по себе может вырабатывать какие-то сальные железы, она может работать, функционировать, но в связи с нашей не очень благоприятной окружающей средой, оп, функции нарушаются. И вот эта марка пока что единственная, которую я вообще только знаю, которая в составе содержит церамиды, то есть это то, что восстанавливает наш защитный слой кожи. У меня ЦРВ очень хорошо так поселился на всех полочках ванны, на туалетном столике, даже на тумбочке рядом с кроватью. И вот как раз давайте поговорим о самых главных этапах ухода, очищения. За очищение у меня отвечает вот такая вот баночка зелененькая. Это крем-гель, в чем его преимущество? На этапе очищения он увлажняет. Это вообще вот казалось бы невозможная вещь, потому что когда происходит очищение, обычно нашей кожи на самом деле не очень классно, поэтому после этого этапа ее там нужно еще тонизировать, увлажнять и так далее. Здесь же увлажнение уже на этапе очищения есть, потому что средство содержит гиалуроновую кислоту. Это необычный гель, которым просто ты умываешься, он вспенивается и вот все, очищение прошло. Нет, он не вспенивается, он очень щадяще очищает кожу. Не забывайте, что мицеллярка создана для того, чтобы снять макияж, а далее мы уже очищаем саму кожу от всяких загрязнений, от остатков макияжа и так далее. После нее следует вот такая синенькая штучка. Это лосьон. Лосьон тоже увлажняющий. Не знаю, как это объяснить русским языком, постараюсь. В общем, формула такая здесь, что полезные компоненты высвобождаются не сразу же, вот пока вы используете, а со временем. То есть у вас получается увлажнение, остается кожа на длительное время. Не просто один раз воспользовались и все, в принципе, все полезные вещества, можно с ними попрощаться. А они продолжают работать, пока они у вас на лице стоятся. Вот, я надеюсь, у меня получилось это объяснить нормально. И после лосьона у меня идет крем. Крем вообще просто незаменимая вещь для всего. То есть если мы будем говорить про ЦРВ, это не только для лица, это еще и для тела. Но вот эта вещь спасла мои пятки, простите за такие подробности, после Венеции. Потому что в Венеции мы ходили очень много, и я ходила в очень неудобной для себя обуви. Это была плоская подошва босоножки. У меня очень сильно потрескались пятки. Это было очень страшно, как будто я очень старый человек, и у меня все трескается. И у меня не было ничего уходового с собой, такого вот мощного. И я только вернулась в Россию, и вот этот крем за две ночи буквально смягчил мои пяточки так, что они стали как у младенца. И не забывайте, девочки, что в холодное время года обычно жирная кожа, у кого тип кожи жирная, да, становится менее жирной. То есть ближе к нормальной какой-то комбинированной. У кого нормальная кожа, она становится сухой. А у кого сухая кожа, она становится очень сухой. Вот почему я так сильно акцентирую внимание на правильном питании, защите и увлажнении кожи. Это был мой один такой большой первый пункт. Не переживайте, последующие пункты будут не такие большие, но просто, если вы вдруг не знали эту марку, я действительно настолько рада вас с ней познакомить. И мы переходим ко второму пункту о том, что демакияж о ней не нужно забывать никогда. Даже если вы смертельно устали и хотите вечером уже бухнуться в кровать, пожалуйста, введите в свою привычку. Снимать макияж абсолютно всегда. Ночь это единственный такой вот момент, когда кожа естественным образом, пока мы спим, очищается. Клетки быстро очень делятся, вырабатываются сальные железы. Поэтому нужно просто коже немножечко помочь, смыть всю грязь себя. Про утреннее умывание тоже не забывайте. На самом деле это важно. То есть, возможно, не такое сильное очищение нужно с утра, как вечером, конечно же. Но, тем не менее, об умывании с утра забывать не нужно, тем более, что за ночь выработка сальных желез очень сильно ускоряется. И на утро вы можете заметить, что кожа такая будто бы жирненькая, и это нужно убрать. Третий момент. В холодное время года скраб. Это важная вещь. Без скраба нельзя никогда, ни зимой, ни летом. Но дело в том, что после такой хорошенькой процедуры очищения нельзя выходить на улицу примерно сутки, наверное, чтобы кожа восстановилась. То есть, сразу же это будет очень большой стресс, если вы выйдете после такого глубокого очищения. Поэтому на холодное время года стоит заменить скраб на гаммаж. Это более щадящее такое отшелушивание. Но, тем не менее, какой-никакой пилинг происходит. Следующий лайфхак. Маски. Вот на что нужно налечь хорошенечко. Что стоит дарить подружкам на Новый год, на Рождество, не знаю. Это маски для лица. И какие они должны быть, конечно же, питательные. Если у вас кожа сухая, нормальная, комбинированная, что-то такое, или очень сухая, то маски нужно делать примерно 2-3 раза в неделю. А если жирная, то хватит и одного раза в неделю. Кстати, еще такой момент. Не нужно наносить крем, жирный крем, там, не знаю, за 15 или за 10 минут до выхода. Если это жирный крем, вот, например, как этот, он должен поработать, он должен примерно за час до выхода, его точно нужно наносить. Тогда он и хорошим барьером между вами и окружающей средой сработает. И вот тогда можно выходить на улицу. Следующий лайфхак. Оказывается, наша декоративная косметика не такая уж и бесполезная. Она будет очень полезна в холодные времена. Если вы сделаете качественный макияж, праймер, тональник, пудра, это будет тоже очень хорошим барьером и защитит вашу кожу от этого тяжелого времени. Следующий момент, это просто то, как не надо делать. Никогда на улице не укутывайте лицо шарфом. Может быть, с детства кто-то привык так делать. Я так раньше делала в свитер или в шарф, я засовывала весь свой подбородок или все лицо по возможности. На самом деле, это очень печально для кожи. Создается какой-то эффект в бане, когда вы, знаете, здесь греете, создаете влагу, а потом оп! И вы освобождаете кожу на опять эти холодные температуры, и кожа наша не очень здорова. Тем более, возникает механическое раздражение здесь, особенно если у вас кожа сухая. Еще шарф какой-нибудь шершавый. Нехорошо. Ну и последний лайфхак, это губы. Губы это тоже наше лицо, поэтому я решила тоже их сюда добавить. Губы очень сильно страдают, я думаю, это все замечают осенью, зимой, весной. Мы постоянно их облизываем на морозе, это нужно прекращать делать. Мы забываем про гигиенические помады, мы пользуемся матовыми помадами, еще и не увлажняя губы. В общем, вы поняли, да, что как нужно на самом деле, нужно наоборот, пользоваться гигиеническими помадами. По минимуму использовать матовые помады. Они просто очень сильно сушат губы и вызывают трещины. А зимой и так трещин будет достаточно, особенно если вы облизываете губы на морозе. Вы позаботьтесь о губах, это все очень неприятно, когда начинает трескаться, когда начинают кусочки губ отваливаться. И, в принципе-то, тема подходит к концу. Я под конец разогналась. Девочки, у меня к вам еще будет вопрос. Хотите ли вы, может быть, видео на эту же тему, то есть по уходу за кожей, но не только за кожей лица, но еще и за всем телом. О том, какими маслами мазаться, зачем, почему. Какие увлажняющие там масочки, какие-то молочко, можно сказать, в умноженном числе молочко, а получилось молочка. Что вообще такого уходового есть за телом в холодное время года, чем пользуюсь, например, я, что использую я. Для волос, кстати говоря, они у меня такие, оп, вырезали, знаете, как будто хотели попасть в кадр. На волосы, на самом деле, тоже очень печальная такая нагрузка приходится зимой, особенно когда мы шапки не носим, да, девочки, или носим шапки, а волосы-то достаем, да. Поэтому, если вы хотите узнать о моем уходе, о том, что я вам советую, пишите в комментариях или отвечайте вот здесь, как всегда, на опрос, здесь или здесь. А, может быть, справа, значит, слева, здесь. Очень рада, если кого-то познакомила с вот этим замечательным брендом. Если вдруг кому-нибудь захочется, я сделаю небольшой конкурс в Инстаграме. У меня еще есть просто средства, это вот мои, которыми я пользуюсь, здесь уже мало осталось, здесь мало осталось. Так вот, у меня есть еще неоткрытые средства, и я могла бы их разыграть среди моих подписчиц, например, в Инстаграме. Скажите, хотели бы вы какой-нибудь такой конкурс? Для этого, конечно же, подписывайтесь на мой Инстаграм, и давайте видео-вопросы с Инстаграма. Привет, Саш, недавно я посмотрела в этом видео, как стать ухоженной и женственной, и она мне очень понравилась. У меня возник такой вопрос, как выглядит женственная, если я профессиональная спортсменка и у меня спортивный характер? Я буду очень благодарна тебе за ответ, это для меня очень важно. Успех тебе, все. Знаете, мне кажется, девочка очень долго репетировала, потому что так быстро, четко, за 15 секунд сказать свою мысль, это просто гениально. Даша, привет тебе передаю, отвечаю на твой вопрос. На самом деле, это большое заблуждение, что, там, не знаю, ты спортсменка, и из-за этого ты не можешь быть женственной. В принципе, спорт, он не делает тебя менее женственной, то есть тебе никто и ничто не мешает пытаться раскрывать в себе природную женственность, которая в нас, в девушках, в женщинах, во всех заложена, и не нужно думать, что ее попросту нет, нужно просто немножечко открыться для самой себя. И я помню, если я о том видео думаю, как стать женственной и ухоженной, я там давала такие дельные советы, дельные лайфхаки, касательно волос, касательно манеры поведения, касательно каких-то аксессуаров, одежды и так далее, ты все можешь это применять в своей жизни. То есть, когда ты, там, допустим, ходишь на спорт, на свои тренировки, то, понятно, там, ты не наденешь юбочку лишний раз, или губы, может быть, не накрасишь, когда это хотелось бы, но в другой неформальной обстановке ты вполне можешь чувствовать себя девочкой, девушкой, быть женственной. Я думаю, у тебя все получится. Спасибо тебе за вопрос, но если ты, красотка, хочешь задать мне видео вопрос, попасть в мое видео, то вот мой инстаграм, заходи. Но вам, красотки, я пожелаю ухаживать за своей кожей, любить свою кожу, уважать свою кожу, покупать побольше масочек питательных, делать их почаще, с подружками встречаться, время хорошо проводить за масочками. Гулять, хотела сказать, но потом понимаю, что в такую погоду даже мне не хочется выходить на улицу. Почему даже мне? Потому что у меня идет марафон шагов, и мне нужно нарабатывать эти шаги, но настолько нет мотивации вот в это выходить. Вот серьезно, я прямо сейчас смотрю и понимаю, что мелкий дождь, такой противный ветер, плюс 5, не особо мотивирует. Я вас, красотки, очень сильно люблю, улыбайтесь чаще и пока-пока!